Электричество Электрический ток приводит в действие самые различные агрегаты и приборы. Чайники, утюги, компьютеры, телевизоры, монитор на экране которого мы все это сейчас видим. Заводы и промышленные гиганты. Все, что нас окружает, работает благодаря электроэнергии, которую создают люди. Люди особой профессии. Здесь люди надежные и крепкие. Другие просто не выдержат. Я горжусь, что я работаю здесь, на Аксусской электростанции. Золотой юбилей Аксусской электростанции. Это полувековая история. История жизни тысяч людей. История о том, как начиналась большая энергетика. История о надежном поставщике электроэнергии. Она началась задолго до пуска первого энергоблока. Шел 1954 год. Девятый после Великой Отечественной войны. Тогда все великие стройки утверждались решениями ЦК КПСС и Советом министров СССР. Строительство Ермаковской ГРЭС ныне Аксусской электростанции можно смело назвать значимой всесоюзной стройкой. Ну, в те тяжелые годы необходимого опыта не было. Но мы все это преодолели, преодолевали. И, конечно, гордимся тем, что мы сделали, ну, можно сказать, в срок тогда. И с достоинством. Ровно 50 лет назад, 17 декабря 1968 года, был напряженный и радостный день. Пуск первого энергоблока мощностью 300 мегаватт. В текущем году энергетики-энергостроители Казахстана одержали крупнейшую победу. Введен в строй первый блок мощностью 300 тысяч киловатт на Ермаковской ГРЭС. С вводом этих крупнейших агрегатов энергетика Казахстана выходит на передовые рубежи Советского Союза по своему общему уровню и техническому состоянию. До 1975-го в работу запустили все 8 энергоблоков. Электростанция вышла на проектную мощность 2400 мегаватт. Это была победа. Крупнейший энергетический объект не только Казахстана, но и всего в ту пору могучего Советского Союза. Линиями электропередач связал тысячи потребителей в единый узел. Многое изменилось за 50 лет в производстве и в жизни. Но сегодня, как и прежде, энергетиков связывает важная работа. Работа, необходимая миллионам людей. В 1996-м году станция вошла в состав АО «Евразиатская энергетическая корпорация» группы ERG. К тому времени ее оборудование устарело. Была разработана программа по этапной реконструкции энергоблоков. Учли все. Повышение резерва мощности, надежности и долговечности оборудования. Улучшение его производственных характеристик и экологических параметров. Такой масштабной реконструкции в то время не было в электроэнергетике всего СНГ. Спустя годы станция значительно помолодела. Первым модернизированным стал энергоблок номер два. Установили оборудование ведущих мировых фирм с более высокими техническими и экономическими характеристиками. Это позволило снизить расход топлива и увеличить экономичность энергоблока. В результате увеличилась мощность блока на 25 мегаватт. Сегодня модернизировано уже пять энергоблоков. Во многом станция получила вторую жизнь. У электростанции есть свои биологические очистные сооружения. Сегодня они самые современные. Благодаря этому качество сточных вод электростанции сегодня лучше и чище, чем в РТШ. Все, что делают энергетики, делают с душой. Посещают подшефные детские дома, устраивают праздники пенсионерам, заботятся о ветеранах. А еще энергетики за активный отдых и здоровый образ жизни. Многие с удовольствием участвуют в спартакиадах. Наше предприятие является социально ответственным предприятием. Это обязывает многим. Человек, отработавший смену, он должен быть уверен, что у него есть возможность отправить детей в детский лагерь, пройти курс лечения в профилактории или в других медучреждениях. У него должна быть уверенность в завтрашнем дне, когда он уйдет на пенсию, предприятие будет продолжать и дальше заботиться о нем уже как о пенсионере, о ветеране труда. Для ветеранов производство на предприятии всегда открыты двери. Полвека назад от них зависело становление производства. Сегодня, приходя на станцию, они словно возвращаются в былые времена. Мы ждали, когда появится дым с трубы. Вот это мы могли наблюдать. И тогда, когда он действительно появился, для нас, конечно, было это как луч света. То, что первый шаг сделан, дым пошел, и все, станция начала жить. Каждая страница развития электростанции вписана в историю предприятия. Важные события бережно хранятся в местном музее. Стройка – это уникальный житель. Поэтому это благо то, что мы здесь и счастливчики, что здесь мы оказались. Вот это и опыты здесь приобрели. Ведь здесь Ярмаковский Гресс являлся кузницей кадров для Советского Союза. Флагман энергетики Казахстана. За 50 лет Аксусская электростанция выработала 587 миллиардов киловатт-часов. Этой энергии достаточно, чтобы освещать город Аксу в течение 6 тысяч лет. Только один энергоблок может зажечь 3 миллиона лампочек. Аксусская электростанция – одна из крупнейших электростанций в Казахстане. Она вырабатывает более 17% всей энергии страны. Сегодня Аксусская электростанция снабжает энергией десятки предприятий в городах Казахстана. Это Павлодар, Аксу, Экибастуз, Рудный, Караганда, Жесказган, Алматы, Астана, Кокшетау, Актобе, Шимкент. Мощная, современная, экологичная, родная станция. Так ласково сегодня ее называют сотрудники. Без электроэнергии не обходится ни одно важное дело. Освещение улиц и домов, работа крупнейших заводов и предприятий, обеспечить комфортные условия жизни людей – все это большие финансовые вложения и ежедневный упорный труд. Сегодня, как и прежде, сотрудники электростанции стараются улучшить работу производства, сделать ее безопасней, проще и эффективней. Здесь никогда не останавливаются. Ищут новые пути, которые откроют новые возможности. Эта работа навсегда изменила жизнь, навсегда объединила миллионы людей. Здесь и сейчас новое время. Время самых смелых идей. Время самых амбициозных проектов. Время людей, которые освещают будущее. Будущее наступает здесь и сейчас. Энергетики каждый день дарят людям частичку тепла и света. В Евразиатской энергетической корпорации дорожат историей и с уверенностью смотрят в будущее. Благодаря людям преодолен славный путь к нынешнему успеху длиною в 50 лет. И это только начало.